Минэкономразвитие подготовила доклад о добровольчестве в России за 2016-2020 годы. Согласно этому документу, количество волонтеров в стране резко выросло за последние пять лет до 7 миллионов человек. Не исключение Тверская область. В День народного единства глава региона Игорь Руденя встретился с волонтерами Верхневолжья. О чем шла речь в нашем репортаже далее. В марте 2020 года оперативно, буквально за несколько дней, волонтеры различных направлений объединились в одну дружную команду «Мы вместе». Они приносили продукты и лекарства пенсионерам, помогали медикам. Пандемия показала сплоченность. Добровольцами становились те, кто к волонтерскому движению никогда не имел отношения. Сегодня волонтеры Тверской области – это более 19 тысяч неравнодушных людей с активной жизненной позицией. Готовых в любое время бескорыстно прийти на помощь. И их армия продолжает расти. В этом году начала помогать поликлиникам, вакцинальным пунктам бороться вместе против коронавирусной инфекции. Мы помогаем делать вакцины, заполнять медицинскую документацию. Среди социально значимых региональных проектов – акция «Подари дрова». Уже в этом году по 10 кубометров колотых дров от добровольцев получили более 100 пенсионеров региона. Из подсчета, из разговора с бабушками и дедушками выявили, что дом отапливается 9 месяцев. И для того, чтобы эти 9 месяцев отапливать, необходимо как-то найти примерно 30-35 тысяч рублей, для того, чтобы купить 4 машины колотых дров. Несмотря на разные направления работы, молодых людей объединяет одно – желание помогать. В День народного единства участники акции «Мы вместе» встретились с главой региона Игорем Руденей и депутатом Государственной думы от Тверской области, чтобы обсудить направление по совместной работе – перспективы внедрения поддержки волонтерства. «Жизнь меняется, времена меняются, но люди остаются, суть человека остается такая же – это делать добро, помогать ближнему, поддерживать тех, кому это нужно. Самое непростое время и президент Российской Федерации, уделяя большое внимание волонтерству, дал оценку этому движению, сказал, что это люди, которые жертвуют собой для того, чтобы другим было хорошо». Присутствующий на встрече председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обозначил направление работы по поддержке волонтерства. Одно из главных – страхование жизни и здоровье добровольцев. Также Артем Метелев и Игорь Руденя обсудили важность создания в городах Тверской области волонтерских штабов «Доброцентр», которые будут заниматься социальной помощью нуждающихся. Глава региона поддержал идею, а также поручил в ближайшее время рассмотреть возможность организации системы для удобного и быстрого передвижения волонтеров по территории региона. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Юлия Саранова обозначила основные направления работы. Это оказание адресной помощи нуждающимся, практическая помощь системе здравоохранения. И третье направление новое, которое мы хотим активно запускать, которое вот есть у других регионов, но для нас системы такого направления пока не было, это направление автоволонтеров. Сегодня ясно, как важно быть сплоченными и сколько можно сделать, помочь, спасти, выручить, если объединиться. Волонтеры говорят, теперь мы вместе уже не просто акция, а скорее даже образ жизни.